решение проблем со здоровьем это всегда что-то очень простое иногда это может быть просто устранение дефицита какого-то витамина всем привет друзья с вами сергей смоляков поговорим сегодня о витамине d d3 точнее последнее время ко мне часто приходят люди но по консультации по здоровью да и когда заполняется анкета там указывается какие ну там стоит такой вопрос какие витамины вы принимаете и очень часто я вижу что люди принимают витамин d3 и омега омега 3 омега жиры омеги вот связи с этим и еще было несколько вопросов по поводу того что полезно ли сейчас принимать витамин d3 потому что сейчас его очень много кто принимает и вообще такая тенденция что невероятно модный витамин то есть ну понятно дело модный в кавычках но применение использования витамина d3 в последние годы там буквально несколько лет совсем немножко да очень сильно возросло то есть люди прям стали его применять использовать с чем это связано это связано с тем что были проведены некоторые научные исследования и было выяснено что витамин d участвует в наших процессах в нашей жизнедеятельности принимает такое же большое количество ну по ценности так скажем да как витамин c если не больше насчет больше я поспорил но тем не менее эти исследования были популяризированы они разошлись среди людей и люди действительно стали принимать витамин d первое что я хочу сказать что он процент я всегда против того чтобы принимать какой то отдельный витамин отдельно от всего остального подтверждением этому служит научные исследования которые показывали что концентрация витамина d в крови когда он принимался отдельно особенно в высоких дозировках не менялась с чем это связано это связано с тем что наш организм он же эволюционно долгое время создавался да и он выработал в себе такую как бы защитную функцию когда не позволяет какого-то вмешательству а отдельная концентрация какого-то вещества это то же самое что химическое вмешательство в комплексе витамины содержится в разных природных там веществах там во фруктах овощах рыбе там еще в чем-то я сейчас не говорю обе вообще говоря витаминах вот поэтому они всегда поступают в организм в комплексе и наше тело наш организм она к этому и привыкла поэтому если уж мы и применяем ой вернее и принимаем витамин d да то его рекомендуют принимать с жирной пищей ну совместно да или там после нее либо как допустим нам медицинские источники советуют принимать вместе с витамином к-2 или омега-3 а лучше с тем и с другим вот я же рекомендую вообще в комплексе его принимать с другими витаминами то есть если вы принимаете витамин d3 да можно параллельно еще принимать жирную пищу и также можно вернее нужно и точнее желательно принимать комплекс всех витаминов и минералов особенно в зимнее время осеннее там весеннее когда у нас нехватка витаминов в организме по отдельности друзья мои не советую вам принимать витамин d3 вот не делать на нем упор такого где содержится витамин d3 витамин d3 содержится как правило в рыбьем жире советские времена рыбий жир даже выдавался на производствах чтобы восполнить его недостаток в обычной жизни витамин d3 он вырабатывается у человека в коже под воздействием солнечных лучей сразу оговорюсь не все солнечные лучи действуют одинаково то есть есть даже такое я это не тестировал не могу подтвердить из личного опыта но тем не менее есть такой лайфхак что как проверить срабатывает ли на нас солнце то есть будет ли оно вырабатывать в нашей коже витамин d3 когда человек стоит его тень не должна быть длиннее его роста если его тень меньше его роста то такое солнце будет создавать вот этот процесс в нашей коже который вырабатывает выработка когда идет выработка витамина d3 если наша тень длиннее чем наш рост тогда значит солнце уже не обладает тем эффектом чтобы у нас в организме вырабатывался витамин d3 и так еще раз подведем итог до из чего вырабатывается витамин d3 он вырабатывается из рыбы но в основном это красная рыба и в частности это дикая красная рыба сразу опять же надо оговориться что рыба выращенная искусственная там форель там какая-нибудь весенга да она где-то в четыре раза меньше содержит витамина d3 чем дикая рыба поэтому если вы хотите получать ну хотите чтобы источником витамина d у вас были была рыба то покупайте дикую красную рыбу еще делается вырабатывается витамин d из грибов но это такая форма d2 так называется она условно да ее могут использовать вегетарианцы или веганы да кто вот не приемлет животную пищу ну в принципе это разновидность витамина d вернее его составляющая и также для обычных людей которые допустим едят все же рыбу да еще очень большое количество витамина d3 содержится в печени трески поэтому печень трески хотя бы время от времени также употребляйте конечно на регулярной основе не получится есть рыбу поэтому на регулярной основе человек может употреблять все-таки аптечные витамины или каких-то других компаний может быть не тех которые продаются в аптеке ну там спортивных производителей и так далее для чего вернее на что влияет витамин d3 витамин d в нашем организме так как это витамин который вырабатывается от солнца связан с солнцем солнечной погодой с летом да это прежде всего витамин настроения он улучшает наше психологическое состояние то есть наш наш эмоциональный фон если вы хотите в более настоящем более положительном состоянии находиться психоэмоциональным то принимайте витамин d3 первое второе витамин d3 способствует усвоению фосфора и кальция для чего это нам нужно фосфор и кальций это кости и зубы в первую очередь да но также это еще и кожа красота кожи нашей чистота кожи да поэтому витамин d3 он достаточно в большой степени влияет на внешний вид на нашу красоту третье витамин d3 влияет на количество энергии то есть если нехватка витамина d3 у человека да то он будет вялый подавленный и не только у него настроение плохое да но еще и физически он не активный не хочет двигаться нет желания там заниматься спортом что-то делать какие-то цели ставить достигать их и так далее вот еще это также связано с физической активностью витамин d3 способствует лучшей работе нашего сердца то есть профилактика сердечных болезней и причем довольно ощутимая также как и витамин е витамин е тоже очень сильно влияет на работу нашего сердца и последняя пожалуй самая важная характеристика на который влияет витамин d это иммунитет причем это касается не только каких-то там простудных заболеваний да то есть организм лучше сопротивляется различным инфекциям там к виду там не знаю вирусом гриппу и так далее да но и также таким болезням как рак у женщин это рак груди у мужчин это рак прямой кишки и рак толстой кишки вот эти виды раков прям было научное исследование что они не возникают у людей у которых достаточно в организме витамина d сколько сколько нужно принимать витамина d это сугубо индивидуально и лучше всего руководство с самочувствием да но если вы дотошный такой человек который хочет во всем полностью досконально разобраться то я рекомендую вам сделать анализ крови который выявит недостаток или наоборот достаток наличие витамина d и его нехватку компенсировать дефицит витамина d можно в дозировке от 1000 миллиграмм до 10000 а если доза идет свыше 5000 то это нужно обязательно параллельно принимать либо жирную пищу либо как я уже сказал витамин к2 и омега-3 жиры я желаю всем здоровья пейте витамины в комплексе и будьте счастливы